Из года в год на Россия все мельчает и мельчает. Если раньше Москва рассказывала, как загнивают, разлагаются и со дня на день вот-вот исчезнут США, то теперь все это она повторяет в адрес Украины. От амбициозных планов по захвату под красным знаменем всего мира в Москве докатились до скромных желаний, как бы удержать Абхазию с Крымом и без потери лица вернуть курилы японцам. Жириновский предусмотрительно уже намекнул Госдуме, если придется возвращать Крым, то надо вернуть его не Украине, а Турции, так как в первый раз Москва якобы отжала полуостров у нее. Чувствуется, что Жириновский не юрист, а только сын юриста. Забыл сказать Госдуме, что сначала надо признать незаконным выход крымского ханства из состава Золотой Орды и принять по этому поводу постановление. Не исключено, что Жириновский не забыл о крымском ханстве, а сознательно решил не лезть в историю глубже 18 века, так как в Татарстане 2020 год вполне официально объявлен Годом Золотой Орды в связи с 750-летием ее образования. После того, как в 2018 году Москва запретила обязательное преподавание татарского языка в Татарстане, она уже не рискнула запретить Казани эту маленькую антиимперскую культурную демонстрацию. В Москве боятся перегнуть палку и лишь по-советски брюзжат о поднимающих голову татарских националистах. Раньше Москва боролась только с солидными украинскими националистами, а теперь снизошла и до татарских. Мельчает Москва. Скоро будет бороться с мещерскими националистами в Тамбовской и Рязанской областях, если те решат отметить 1500 лет первого письменного известия о них в книге Иордана «История готов». Могут отметить и 1600-летие вхождения мещеры, мещеряков в состав государства готов Гермонариха, уничтоженного гуннами в 370-е годы, и установить ему памятник. Сентиментальные немцы за памятник Гермонариху на многое способны, вплоть до открытия регулярных авиарейсов Берлин-Тамбов. Но сейчас Москву беспокоит не Гермонарих, а Чингисхан и его внук Батый, памятники которым хотят установить в Казани. О памятнике Батыю в Татарстане публично заговорили в 2007 году, но из Москвы тогда прилетело и не мечтайте. Однако в Казани продолжают настаивать, как же так? Татары – древний народ и без памятника. Когда в 2016 году в Орле возвели памятник Ивану Грозному, то у руководства Татарстана появился аргумент в пользу Батыя. Если вы установили памятник разорителю Казани, то почему запрещают нам установить памятник разорителю Москвы? Более того, татары сейчас стали разворачивать против Москвы ее собственную схему истории. В Москве 200 лет утверждают, что она, завоевав одну шестую суши и объединив народы этой территории в свою империю, избавила их от междоусобных войн и иностранного ига, за что те должны быть ей вечно благодарны. Вдобавок она принесла им еще и передовую цивилизацию, но теперь в Казани заговорили в том же духе, что до Москвы все это уже сделал Чингисхан и сделал даже лучше, так как завоевал гораздо больше. Батый вообще спас Русь от бессмысленных междоусобиц княжеств. Если бы не Батый, то они так бы и дальше резали друг друга и ничем хорошим это бы не закончилось. Но пришел Батый и навел порядок на Руси. Так что слава Батыю и татарам с монголами. Не повезло только белорусам и украинцам, они в империю Джучи не вошли. Можно добавить, что Батый также избавил славян и от игорусов, которые тех грабили и продавали в рабство арабам и грекам. Батый, помимо славян, избавил от игорусов еще и множество балдских и угрофинских народов. Он принес сюда и достижения передовых цивилизаций, китайской и индийской. Прежде всего, десятичную систему счета. Ею пользуются до сих пор. В Европе ее ввели только в Великую Французскую революцию по предложению математику Кондерсе, и армия Наполеона распространила эту систему счета по всему континенту. Куда не дошли войска Наполеона. Англия и США до сих пор пользуются фунтами и унциями. Так что в этом Батый предшественник Наполеона. Так как памятники Наполеону есть и не только во Франции, но даже в Казахстане, то почему нельзя в Казани поставить памятник Батыю, как популяризатору десятичного счета? Это далеко еще не все аргументы Казани в пользу Батыя. В Казани очень дипломатично, на официальном уровне не отмечают 2017-19 годы, как 780-летие прихода войск Батыя в Поволжье и как юбилей освобождения от Игорусов. О таком юбилее говорят в полголоса только в некоторых общественных организациях. В Москве поругивают поднимающих голову татарских националистов, но не могут запретить отмечать юбилей Золотой Орды. Не могут, поскольку у Москвы нет внятного и убедительного ответа на вопрос, почему в Татарстане татарский язык можно учить только факультативно, и если на это дадут денег, а русский язык в обязательном и принудительном порядке. Нет у Москвы ответа и на другой вопрос, почему у русских позволительно вставать с колен, а татарам запрещено даже поднимать голову. Поэтому из Москвы сейчас ведут линию «Юбилей Золотой Орды» в обмен на отказ официальной Казани от борьбы за татарский язык. В Казани это условие приняли, но взамен настойчиво и мягко принуждают Москву выбрать памятник Чингисхану или памятник Батыю, какой вам, старшие братья, больше нравится. Иначе что это за юбилей без памятника? Казань уже может сослаться и на прецедент в Калмыкии, где в феврале установили памятник Чингисхану, не в столице, в Элисте, а в поселке Привальный, Ешкульского района, вдали от трассы, чтобы не сильно нервировать Москву. Инициатором установки стало местное животноводческое предприятие Улан-Хееч. Деньги на памятник дали также фермеры и местная община Таргутов, которые были одним из четырех племен, избравших Тимучина своим ханом. Пока установлена только фигура Чингисхана, но летом к ней добавят четырех несущих его воинов, которые будут символизировать те четыре племени. Калмыкии, как ветвь монгольского племени Айратов, считают себя потомками Чингисхана. И Москва не в силах ничего с этим фактом сделать. Если в столице Монголии стоит огромный памятник Хану и большой памятник ему есть в Китае, то неприлично запрещать устанавливать его в республике Калмыкия, чтобы не омрачать отношения с Пекином. Вдобавок калмыки буддисты и никак не подпадают под статью об исламских террористах и экстремистах. Москва не может позволить себе без потери лица заявить о поднимающих голову калмыцких националистах. Это будет выглядеть как еще большее измельчание. После такого останется лишь начать борьбу с мещерскими националистами, поэтому в Москве решили в степи, тайге и тундре ставьте памятники хоть Степану Бандере, только чтобы до них добраться было сложно. Не исключено, что Москва пойдет и на уступку Казани и разрешит установить памятник Чингисхану, а не Батыю. Но для татар памятник Батыю предпочтительней в силу сложной, скажем так, истории их отношений с Чингисханом. Москва уже делает на этом усиленный акцент, надеясь уговорить татар, что они уже вовсе и не татары, а булгары. Следственно, и Чингисхан, и Баты для них – это завоеватели и поработители. Отсюда вывод – зачем вам такие памятники? Но в этом случае Москва попадает в ловушку мифов вместо истории, которые сама создала 150 лет назад. В XIX веке в национально-освободительном движении коренного населения Казанской губернии было две ветви. Сторонники одной вели его историю от Волжской Болгарии, а другие, вслед за русскими, называли себя татарами и апеллировали к истории Казанского ханства. Царское правительство, а затем и большевики, сочли для себя более выгодным поддержать татарскую ветвь, поскольку ей можно бросить «Вы завоеватели, убирайтесь в Монголию» и навязать чувство исторической вины за сожжение града Кучкова Москвы. Теперь, когда татары согласились, что они татары и гордятся Батыем, Москва стала доказывать им «Вы не татары, вы булгары, такие же пострадавшие от Батыя, как и мы». Но этим она признает их коренным, до-золотоордынским населением со всеми вытекающими неприятными для нее последствиями. Если продолжать в том же духе, то так и мещерские националисты поднимут голову и установят памятник если не Германариху, то богине Мокош или еще какому-нибудь прародителю своего народа. Могут, наконец, добиться и установки в Тамбове памятника Александру Антонову и участникам антибольшевистского крестьянского восстания 1920-21 годов. Борьба за такой памятник в Тамбове идет уже 20 лет. Тамбовцы еще с 90-х и мемориальные доски и памятные знаки устанавливают, а власти их уничтожают, либо пытаются уговорить поставить общий памятник большевикам и восставшим против них крестьян. Осталось еще открыть объединяющий всех памятник Сталин и жертвы. Мельчает Московская империя. От борьбы с мировым империализмом и украинскими националистами она все больше скатывается к бюрократической борьбе с памятниками и памятью. Может докатиться и до того, что и впрямь начнет бомбить Воронеж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok